В трех муниципальных аптеках принимают старые лекарства, использованные шприцы, пустые бутыльки и упаковки из-под медикаментов. Четыре контейнера таких отходов уже вывезли из аптек и правильно утилизировали. Куда можно принести таблетки с истекшим сроком годности и почему их нельзя выбросить или сжечь, узнала Анна Братушкина. В этой аптеке можно не только купить новые лекарства, но и выбросить старые с истекшим сроком годности. А также пустые упаковки, бутыльки, использованные шприцы. Контейнер установили специально для подобных отходов. Дело в том, что медикаменты содержат в себе различные вещества и при попадании непосредственно на полигон, при соприкасании с осадками и так далее, могут происходить различные химические процессы. Правильно утилизировать медикаменты только методом сжигания. Поэтому мы как раз благодаря этой акции смотрим, готовы ли наше население к установке большего количества баков. Контейнеры для медикаментов установили в трёх муниципальных аптеках – на Читово, Красном проспекте и Зимаково. Каждый объёмом 10-15 литров. Акция «Утилизируй правильно» стартовала месяц назад. За это время по одному контейнеру вывезли из аптек на левом и правом берегу. И ещё два из советского района. Отходы доставляют на специальное предприятие и там сжигают в особых условиях. Медикаменты можно сжигать лишь в специальной печи. Здесь температура 1200 градусов. Обычный костёр может нагреться лишь примерно до 1000. После сжигания отходов, в том числе и медицинских, образуется зола. У нас есть паспорт на эту золу, да, по паспорту, он четвёртого класса опасности. Мы её утилизируем на полигон, мы в спецскохозяйство, которые есть по договору, приезжают, забирают. У них в лицензии есть, она замещается на полигон. Пока с этими отходами предприятие работает бесплатно. Акция «Утилизируй правильно» продлится ещё два месяца. Если новосибирцы впредь будут сдавать старые лекарства, использованные шприцы и пустые упаковки, контейнеры установят и в других аптеках, правда, меньшего объёма. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.